В эфире информационная программа День города в студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Планируйте маршрут. В пятницу на три дня перекроют Куйбышевское шоссе. В Спасском районе уже неделю ищут пропавшего в лесу грибника. И археологи обнаружили склеп с погребением, которому более ста лет. В пятницу на три дня перекроют Куйбышевское шоссе. Движение транспорта там ограничат до утра понедельника. Водителям и пользователям общественного транспорта стоит внимательнее планировать выходные свой маршрут. Администрация города предложила альтернативу. Транспортный поток с улицы Циолковского направить на проезд Яблочково. По улице Зубково и на путепровод, который на этот период станет для горожан бесплатным. Из железнодорожного и московского районов города предлагают двигаться по Михайловскому шоссе и Южной окружной дороге, тем самым объезжая закрытый участок Куйбышевского шоссе. Ежегодно в лесу теряются несколько сотен человек. По статистике все в итоге самостоятельно выходят из чащи. Но есть те, кому разгадать лес приходится нелегко. Уже неделю в Рязанской области ищут человека. История, каких много. Мужчина ушел за грибами и связь с ним была потеряна. Валерий Седов продолжит. 7 сентября в Рязанской области пропал Алексей Елисеев. 63-летний мужчина отправился за грибами в сторону поселка Лесхоз Спасского района. Поиски продолжаются в восьмой день. Значит наша задача это найти человека, который потерялся в лесу. Поиски у нас продолжаются уже девятый день. Поэтому смотрим внимательно места там, где он мог остановиться, отдохнуть. Где-то какие-то там заломы деревьев, его следы. В поисках задействовано 50 добровольцев из Академии УФСИН. Четверо спасателей и кинолог с собакой. На данный момент уже обследовано 25 квадратных километров. Становимся на позиции. Расстояние между человеком 2-1,5 метра. Выходим на линию. Замыкающие с радиостанциями находятся на связи. И по команде начинаем движение. Алексей Елисеев приехал за грибами со своим товарищем. В три часа Владимиру, сыну, позвонила мама и сообщила, что отец заблудился. Товарищ уехал на машине за помощью. Вызвали сразу, как только смогли, службу 112, МЧС, милицию. Ну и начали, то есть сразу подтянулись тут волонтеры уже, наверное, часов в 10 вечера и начали поиск вот в этом квадрате. В первый день пропавшего искали всю ночь. Но никаких результатов это не принесло. На следующий день, 8 сентября, к поискам подключились Егеря. Они и нашли следы Алексея Елисеева. А после и его пустую корзину. По словам очевидцев, пропавший хорошо знал эту местность. Но ситуация осложняется тем, что у Алексея Елисеева болезнь Паркинсона. Поэтому поиски ведутся очень активно. Начинаем движение! Условно лесную местность разделяет канал. Всю территорию после водной преграды за прошедшие дни уже обследовали не раз. Всего 7 сентября в поисках было задействовано около 300 человек. Также три беспилотных летательных аппарата и маломоторный самолет «Цесна». К сожалению, успехов это не принесло. По словам сотрудников МЧС, уже написано несколько заявлений в ближайшие больницы. На тот случай, если Алексей Елисеев выйдет к ним. Сейчас слушатели из ФСИН вместе с кинологами осматривают оставшуюся площадь. Собаку зовут Гай и ей 10 лет. Всю свою жизнь она ищет людей, которые заблудились в лесу. Вот и сейчас собака активно обследует местность. Федь, быстро не бегите, Федь. Понял, понял. Пропажа мужчины на других грибниках никак не сказалось. Буквально в нескольких километрах от зоны поисков люди ходят с ведрами наперевес. Начальник главного управления МЧС России Паризанской области напомнил жителям города основные правила безопасности. Идя за грибами в лес, необходимо с собой иметь мобильный заряженный телефон, обязательно сообщать родственникам, где будете находиться, в каком районе, в каком квартале. Слушатели Академии УФСИН несколько часов обследуют болотистую местность. Пройти здесь не так-то просто. Нога по щиколотку может увязнуть в земле, а в высокой траве легко потерять друг друга из виду. Но поиски продолжаются. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В эти дни на территории Свято-Троицкого мужского монастыря начала исследование археологическая экспедиция. Ученые обнаружили склеп с погребением, которому более ста лет. О важности находки узнавала моя коллега Анна Герцовская. На территории Свято-Троицкого мужского монастыря археологические раскопки проходят в связи с реставрацией Троицкого храма. В этом виде он был воздвигнут в самом конце 17-го столетия. И за 300 лет именно сейчас наступил первый случай капитального ремонта сооружения. В первую очередь рабочим необходимо укрепить фундамент. Однако доподлинно известно, что вокруг храма расположено старинное кладбище, где начиная со Средневековья хоронили именитых горожан и духовных лиц. Поэтому за работу здесь делись сначала не строители, а именно археологи, которые уже получают первые плоды своей деятельности. Мы находимся на территории древнего некрополя. Археологи здесь уже обнаружили захоронения, датируемые 19 веком и началом 20 века. В ближайшее время они планируют обнаружить средневековые захоронения в нижних горизонтах культурного слоя. Это два разных человека, которые были погребены с разницей в 100 лет. Склеп одного из них установили сверху предыдущего захоронения. А в советские времена его повредили во время работы. Однако останки хорошо сохранились. Археологам предстоит найти также элементы одежды, которые смогут идентифицировать сословия людей. Все останки, которые удастся найти на территории монастыря, будут сфотографированы, задокументированы и извлечены для исследований. Помимо них, археологи рассчитывают обнаружить предметы быта людей, которые жили здесь раньше. Сейчас раскопки происходят вдоль фундамента храма. Самые значимые находки, по предположениям археологов, могут находиться со стороны алтаря. В подобных местах обычно хоронили настоятелей. И, возможно, кого-то из них удастся идентифицировать. Однако это не единственная цель археологов. Мы надежно знаем о расположении здесь древнего некрополя. Как минимум 17 века, со временем постройки храма. Хотим ответить на вопрос, располагался ли конкретно на этом месте некрополь более древний, от средневекового еще деревянного монастыря. Если он будет нами здесь локализован, соответственно, есть большая вероятность расположения под храмом или в непосредственной близости остатков древней деревянной церкви, постройки еще до 17 века. В 14 веке здесь уже существовал монастырь, а территория была впервые заселена во втором тысячелетии до нашей эры. Когда-то здесь была крепость, так что это место очень ценно не только в данный момент для археологов, но и для всей истории Рязани в целом. Даже один только некрополь хранит в себе массу тайн, которые предстоит раскрыть. Сохранилась книга 1913 года, называется «Рязанский некрополь. Кассиан-Любарский». И там список эпитафий надгробных, 181 захоронения. Вот так здесь, конечно, гораздо больше. Вот здесь погребен у нас Матвей Казаков, Матвей Федорович Казаков, известный русский архитектор. Но могил, к сожалению, мы так четко не можем определить, предположения гипотетические, в разных местах думаем. А так он абсолютно точно здесь захоронен. По словам игумена Свято-Троицкого монастыря, он очень доволен, что здесь происходят раскопки и с удовольствием готов делиться историей этого места. Первое упоминание об этом месте в 1385 год. Преподобный Сергий Радонежский приходил мирить Олега Рязанца с Дмитрием Донским. Вот тогда Рязань перенствовала, так сказать, среди русских княжеств. Ну вот состоялись переговоры. Олег Рязанский заключил вечный мир с Москвой. И он и сейчас продолжается. И всегда действительно будет вечным, как он был написан в 1385 году. Этот монастырь можно считать настоящим местом силы, который готовы принять горожан и гостей города для того, чтобы они смогли получить спокойствие и информацию о прошлом. А пока археологи продолжат свои раскопки. Первые два захоронения, которые расположены друг над другом, стали началом большой экспедиции, которая совсем скоро может стать сенсационной. Мы будем держать вас в курсе событий. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Удар с ноги и с разворота. На московском шоссе попавший в ДТП водитель напал на проезжавшее мимо авто. Водитель G после того, как в его автомобиль въехали сзади, выместил свою злость на объезжавшем ДТП ВАЗ. Видео с камер наблюдения размещено на портале YouTube. Как видно на записи, мужчина вышел из автомобиля и пнул 99-ю. Последнее тормозить не стала и поехала дальше. 17 сентября исполняется 160 лет со дня рождения русского ученого-изобретателя и основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. Большая часть жизни ученого связана с Калугой, а о рязанских корнях всемирно известного ученого расскажет Галина Ершова. Памятник Константину Эдуардовичу Циолковскому появился в Рязани почти 25 лет назад. Сам же великий ученый родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевское пятым ребенком в семье Лесничева. В 9 лет мальчик заболел с крылатиной и частично потерял слух, но именно в этом возрасте проявился его интерес к науке и различным опытам. В Рязани Константин Эдуардович написал свою знаменитую космическую тетрадь, первые исследования в области космоса, содержащие чертежи с пояснениями. Корни-то мои в Рязанской земле. В этом краю прошли едва ли не лучшие годы. Чего там только не испытал. Играмоте мать научила, и первые смелые мысли пришли. Своим учителем основоположник теоретической космонавтики считал Николая Федорова. Его называли московским Сократом и родоначальником русского космизма. Познакомились они в Москве, в библиотеке, и по воспоминанию Циолковского этот человек заменил ему всех учителей. О его трудах, о его мировоззрении хорошо высказывались такие известные люди, как Толстой и Достоевский. Николай Федорович Федоров мечтал о человечестве воскресить и отправить их в бесконечные жизни в бескрайний космос. Если прогуляться от площади Театральной к проезду Яблочкова, то попадешь на улицу Циолковского. Своё название она получила в 60-е годы прошлого столетия. Космическое ее называют не просто так. На месте Николая Ямского храма в советские годы планировали открыть необычный объект. В этом здании предполагалось разместить планетарь или даже какую-то обсерваторию. Так что здание могло было использовано и в прямом космическом смысле. Другим важным объектом на улице Циолковского стал парк Уткино. Уроженец города Касимова Владимир Федорович был конструктором и создателем ракетно-ядерного щита. Он долгое время был засекречен, его ими вообще под запретом находилось. Он создал одну из ракет, которые носят название «Сатана». В нескольких метрах от его бюста стоит памятник другому выдающемуся космонавту Владимиру Викторовичу Аксенову. Дважды герою Советского Союза и почетному гражданину города Рязани. А родился космонавт в селе Гиблице Касимовского района. С Касимовым связан и другой космический факт. В 30-е годы население СССР увлекалось прыжками с парашютом. В 1936 году в Касимове парашютную вышку превратилась в колокольни Вознесенского собора. И все люди прыгались именно оттуда. Имеются даже фотографии, которые об этом свидетельствуют. Имя Юрия Гагарина также связано с Рязанью. В нашем городе жил его брат Валентин. А Константин Циолковский в 1935 году составил портрет первого космонавта. Юрию тогда было меньше года. Он русский. Он гражданин Советского Союза. По профессии, вероятнее всего, летчик. У него отвага умная, лишенная дешевого безрассудства. Представляя его открытое русское лицо, глаза сокола. Примечательно, что Юрий Гагарин любил стихи Сергея Есенина и нередко считал их по памяти, даже находясь на орбите. Есть легенда о том, что первые стихи, которые прозвучали в космосе, это были стихи как раз Сергея Александровича Есенина. Но точных достоверных данных пока нет. Зато в музее Есенина в Москве есть книга, на которой Гагарин признается в любви к Есенину и считает его великим поэтом. Пройти по стопам тех, кто еще век назад творил историю, может каждый желающий. 17 сентября, в день рождения Константина Эдуардовича, стартует пешая экскурсия по городу, организованная туристко-информационным центром. Встречаемся в парке Уткино. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский спортсмен стал бронзовым призером первенства Европы по кикбоксингу. Анатолий Максимов – воспитанник спортивной школы «Золотые купола», победил соперников из Турции и Польши и тем самым завоевал медаль. Бронзовым призером первенства Европы по кикбоксингу стал рязанец Анатолий Максимов. В соревнованиях приняли участие более полутора тысяч спортсменов из 37 стран мира. В общем зачете сборная России заняла первое место. Очень доволен. Долго к этому шел. Очень много соревнований провел. Для Анатолия это был первый международный старт. До этого молодой человек хорошо выступил на первенстве России и был включен в состав национальной сборной. На первенстве Европы в Македонии он провел три боя. В первом бою я боксировал спортсменом из Турции. Я выиграл по очкам 3-0. На второй день я боксировал спортсменом из Польши. Тоже 3-0 выиграл. И в третьем бою спортсменом из Сербии парень был хороший. В прошлом году он стал победителем первенства мира. Но я ему проиграл по очкам тоже. Анатолий Максимов учится в школе номер один города Рыбная и занимается кикбоксингом более 10 лет. Его первым тренером стал отец. Заслуженный тренер России и педагог спортивной школы «Золотые купола». Начинал он здесь тренироваться. Был в группе самый маленький. Но он даже на скакалках не умел прыгать. То есть перчатки ему были по локоть. Да, он был такой маленький. В основном тренировки были игровые. Больше для детей. Сегодня Анатолий каждый месяц участвует в соревнованиях и сборах. Одаренный спортсмен не раз поражал судей техникой ведения боя. Его высокая скорость и динамика ударов не оставляют соперникам шанса. Однако к каждому бою он и тренеры подходят со всей ответственностью. Мы очень тщательно исследуем и анализируем тех спортсменов, с кем нам приходится боксировать. Поэтому тактика может меняться, условно говоря, конкретно от страны, которую представляет наш противник. Отсюда идет подготовка к бою. В кикбоксинге бои быстротечны. Любители соревнуются в течение трех раундов, каждый из которых длится две минуты. Профессионалы держатся на ринге дольше. Пять раундов по три минуты. За это время нужно не только прощупать соперника, но и грамотно нанести удары. Папа спортсмена Михаил Максимов признается, что каждый раз переживает за сына. Был маленький, там особо не обращали внимания. Мальчишка боксирует с такими же маленькими, еще что-то. Когда люди уже возрастают и уже идут взрослые, здесь, конечно, переживаний больше, потому что тоннаж ударов совсем другой. Отличную физическую форму молодой человек поддерживает регулярными тренировками. В зале он проводит три дня в неделю по полтора часа. Перед соревнованиями же приходится бывать здесь каждый вечер. Отдельное внимание Анатолий уделяет бегу и работе в спарринге. Он уверен, что для спортсмена главное – это упорство. Человек должен быть таким мотивированным, чтобы он хотел. Не то, что пришел и все, поработал, ушел. Надо стремиться к своей цели. Ближайшая цель Анатолия Максимова – выступить на Кубке мира. Соревнования, запланированные на следующие годы, пройдут во Франции. Для этого рязанскому спортсмену нужно хорошо выступить на чемпионате России. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В последнее время в творческой среде весьма распространенной стала традиция выходить за пределы выставочных залов, музеев и закрытых помещений. Скульптуры, арт-объекты, инсталляции – все это авторы пытаются сделать доступным для каждого зрителя. По этому же пути пошли и сотрудники компании «Красная площадь». Они подготовили выставку малого строительства, которая расположилась на улице и открыта для посещения. Компания «Красная площадь» представила рязанцам первый для нашего города демопарк. В огромном выставочном зале под открытым небом можно увидеть накопленный авторами опыт в области частного домостроения. Ведь за 18 лет работы компания «Красная площадь» построила более тысячи домов. «Не всех радует, когда они ходят в шоурумы, в офисы, сложно представить в массе, в объеме, нужно общение с менеджером. В нашем случае открытый парк, уличная выставка – это общедоступное место, где люди могут абсолютно самостоятельно прийти и выявить для себя какие-то интересные вещи». В демопарке представлены различные виды кирпича, клинкерной плитки и отделочных материалов. Вдохновиться идеями компании и узнать о новинках отрасли собрались дизайнеры, предприниматели и, конечно, архитекторы. Главный архитектор рязани Дмитрий Васильченко отметил, что раньше выбирал из двух-трех материалов при разработке своих проектов. Сегодня же выбор представленных технологий поражает воображение. «Мы сегодня очень много говорим и в стране, и у нас в городе о создании комфортной среды, о создании комфортных условий для жителей города. Все это складывается из элементов. Понятно, что есть градостроительство, планировочные вещи, но элементы отделки, элементы строительства, материалы, которые используются – это очень-очень важно. Это то, что создает среду именно на уровне глаз человека, в масштабе человека». Открытие уникальной площадки прошло в теплой атмосфере светского мероприятия. Для гостей Дома парка компания «Красная площадь» подготовила барбекю и различные сорта «Эля». Непринужденную атмосферу создавала живая музыка, звучали саксофон и гитара. Все желающие смогли поиграть в настольный футбол и насладиться выступлением специальных гостей – официального балета Первого канала танцевального коллектива «Данц-Сити». «Был здесь двумя днями ранее, видел, как эта выставка готовилась. Я очень благодарен всему коллективу, который работает в Красной площади, за то творчество, которое они приложили, усилия в создании этой выставки. «Действительно добрые, открытые, красивые мероприятия, аналогов которым, как сам Сергей заметил, нет, наверное, не только в Рязани, но и в России». «Приятно, что такие мероприятия у нас проводятся. Всегда здорово, когда люди разных интересов соединяются и в то же время находят что-то общее». «Мы очень рады сотрудничать с этой компанией. И я не покривю душой, если скажу, что рады общению с таким человеком, как Сергей. Это действительно профессионал своего дела, это абсолютно креативный человек, это в хорошем смысле человек больной. И хорошо, что на нашем рынке такие профессионалы есть». В финале вечера гости праздника приняли участие в лотерее. Трех счастливчиков ждали подарки от компании «Красная площадь» и партнеров вечера. Но без ярких эмоций и приятного сюрприза не остался никто. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Бабье лето продлится еще неделю. Об этом сообщили синоптики. В начале этой недели погода била температурные рекорды почти 30. К выходным жара отступила – 23-25 градусов тепла. В субботу и воскресенье погода будет неустойчива из-за влияния циклонов, проходящих чуть севернее Рязанской области. Не исключены небольшие дожди. И на этом у меня все. Новости смотрите также на сайте город62м.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока желаю хорошего продолжения дня. Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Караси.